Вопрос 479. Книга «Открытым оком». Тема богослужения. В среду на Марии Настояния в Никольском храме священнослужители во время службы крутили головами, переговаривались между собой и вели себя крайне небрежно. Есть ли у них проверяющие ревизии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге «К истинному православию» в разделе «О священстве» как раз об этом все и сказано. Когда отмечалось в Киеве тысячелетие крещения Руси, то стоял сон архиереев в алтаре, а в храме нет иконостаса и все на виду. Читал отчет об этом и было стыдно. Ни в одном собрании коммунистов, масонов или сектантов начальствующие себя так не ведут. Архиереи смеялись, разговаривали между собою и этот настрой передавался на молящихся. Из всех речей выделяется речь архиепископа Хризостома своей искренностью, признанием этих беспорядков, что сам он сотрудник, сотрудничал с КГБ и имеет кличку «И как шикарно живут попы». Во время моления на Мали и Настояние положено делать сотни земных поклонов от 250 до 500. И когда рядовые прихожане кланяются, офицерский состав от безделья мается. Не в меру растолстевшие, бесталанные и бездельные, одним своим видом они уже отвращают людей от веры. При росте 170 см вес одного барнаульского попа был 157 кг. Разве народ этого не видит? Патриарх Алексий I говорил, что наш русский народ многое может простить священникам, но никогда не простить неблаговейного служения. Если бы открылись у этих горе-служителей глаза, и они увидели собственный конец, плачевный и страшный, жерновом или петлей на шее. Ревизии никакой нет, бесконтрольные, объюродившие. Я ведь очень большую переписку получаю, примерно 1200 писем в год. «Пишут архиереи, священники, о спившихся, утонувших, повесившихся священниках. Бедная несчастная Россия, не знающая православие и никогда ее не знавшая, как должна». Когда мы ходили в Покровский собор, мы все это видели, как в алтаре священники не просто смеются, а хохочут, как оказывается, рассказывая скабрезные анекдоты. «Мы скорбели и плакали, не видя выхода нигде. Забивались в угол и, стоя на коленях, опускали головы, чтобы ничего не видеть. И Бог услышал наши стоны, и теперь мы имеем в Барнауле православную крестовозвиженскую общину Русской Православной Церкви за границей. «Как думаем, что у нас не нарушается ни один канон? Полная тишина, благовейное служение, никакого хождения в храме во время богослужения. Кто из тех, кому мы разрешим побывать у нас на богослужении, не затоскует о том, чтобы так было везде?» «Наш телефон, Барнаульский, 24 38 46, и второй телефон, 35 32 42». Иоанн Затаус, как повествует история, слыша о безобразиях, творящихся в его патриархии, оставил вместо себя доверенное лицо митрополита Севира и поехал за Босфор, проверить, действительно ли так, каков вопль на него подчиненных. И только за одну свою командировку рассказывает, что он снял 6 епископов и около 400 священников, как совершенно не соответствующих своему месту. Не менее круто расправлялся со своими подчиненными и Василий Великий. Однажды во время богослужения он замечал, что прислуживший ему диакон из алтаря смотрит на женщину, стоящую в храме. Он тут же отстранил его от служения и заключил под стражу без пищи и питья на несколько дней. И издал указ, предусматривающий меры наказания для женщин, которые будут смотреть в алтарь, и воздвигнуть перегородку между молящимися мужчинами и женщинами. А сегодня нужны только такие гоголи, которые бы Вас не трогали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok